Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте! У микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Таджикистан. Количество воюющих таджикистанцев в рядах исламского государства достигло 700 человек. Эти цифры были обнародованы на конференции «Радикализация молодежи. Причины и пути ее предотвращения», проведенной Британским институтом по освещению войны и мира в Душанбе. Эксперты выразили обеспокоенность ростом числа таджикских граждан, вовлеченных в деятельность международных радикальных группировок и движений. Тему продолжит Мехрангис Турсунзаде. 700 джихадистов бросают вызов национальной безопасности Таджикистана. По словам сотрудника Душанбинского управления Госкомитета по национальной безопасности республики Пахредина Махмадова, в военных действиях в Сирии и Ираке уже скончались 300 таджикистанцев. Вербовщики пользуются невысоким уровнем информированности населения, говорит он. Прежде всего они используют местную молодежь, поскольку они еще психологически не сформированы, и их социально-политическое мышление находится на грани развития и формирования. Жизненный опыт невелик, и они наивны, очень быстро верят всему. Они, играя словами о правах человека и свободе слова, пытаются возбудить у населения чувство недоверия к конституционному строю и управлению государством. Низкий уровень светских знаний, правовой грамотности, пробелы в семейном воспитании, рост трудовой миграции и снижение уровня жизни в Таджикистане являются причинами возникновения радикализации среди молодежи. Башерхон Ибрахимов, глава управления предотвращением правонарушений среди молодежи несовершеннолетних ОВД города Душанбе, отмечает, что из 700 участников боевых действий 100 человек являются жителями Душанбе. Из этих 100 человек 53 – это молодые люди. В военных действиях погибли 8 жителей города Душанбе. Наше управление делает все возможное для предотвращения увеличения уровня преступности, правонарушений и вовлечения молодежи и подростков в радикальные группировки и движения. Искаженное понимание ислама – самая главная причина, толкающая человека в радикальные группировки, говорит Давладжон Исоев. Имам Хатиб – одно из душаминской мечети. Незнание, невежество – причина всех болезней и отклонений. В Таджикистане действует только один исламский институт, а в школах историю религии преподают только в девятом классе, что недостаточно для получения религиозных знаний. Молодым людям мы хотим сказать, чтобы они повышали уровень религиозных знаний. У нас есть один исламский институт имени имама Азама. Может ли один институт удовлетворить требования всех жителей Таджикистана? Может быть. Надо создать образовательные группы при мечети, при уважаемых религиозных деятелях, при наличии государственной лицензии и таким путем поднять уровень информированности молодежи, чтобы они могли устоять против тех, кто приходит из-за рубежа с ненужными для нас знаниями. Ислам – это религия середины, лишения крайностей. Это религия добра и честности, утверждает профессор национального университета Таджикистана Рано Бубаджуньон. Использовав религию, неправильно комментируя аяты и хадисы, толкуя их в свою пользу, и появилась исламская политическая сила. Ислам используется в целях агитации экстремистскими движениями. В советское время были волонтеры, мы их назвали дружинниками. По-моему, в те волнительные дни для Таджикистана, которые мы испытали в сентябре этого года, повысили нашу веру в Министерство внутренних дел. Для предотвращения радикализма необходимо увеличение штата сотрудников. Всемирная паутина сегодня становится центром распространения различных идей, в том числе и экстремистских. Мухаммадий Бодулоев из общественного фонда «Гражданская инициатива политики интернет» отмечает, что один из основных способов привлечения молодых людей к радикальным движениям являются социальные сети в интернете. Он предлагает разработать такие компьютерные программы, которые могли бы блокировать публикации радикальных организаций. Мы должны путем своих собственных программ отвергать их программы. К сожалению, у нас нет таких образовательных программ. Потому что основные разработчики программ – это высшие и средние школы, учителя и академическое общество. У ИГИЛ только в Твиттере больше 900 аккаунтов. Если каждый напишет по предложению, это уже будет 900 предложений. Кто хочет, тот и увидит все написанное. И обязательно увидит. Почему нам не переключить свое внимание на интернет? Кто-нибудь из нас придумал образовательную программу в интернете, чтобы заинтересовать школьников? Вот вопрос. Радикальные группировки выступают против толерантности, религиозных свобод, культуры, развития техники и технологий, считает глава аналитического центра СИПЕХ Сайдахмат Каландаров. В частности, это касается свободы женщины и признания женщины как части общества. Так называемое исламское государство под лозунгом защиты ислама реализовывает свои политические цели, отмечает он. В Афганистане же уже больше одной тысячи лет существует ислам. За почти две тысячи лет исторические памятники Будды, высеченные природой на горах, оставались нетронутыми, пока талибы своим варварством не испортили их. Десятки тысяч исторических памятников ислама и человеческой культуры в музее Ближнего и Среднего Востока были испорчены и погублены от рук таких группировок, которые выступают от имени ислама. Но это было недостаточно. Сегодня они вовлекают в свои круги религиозно необразованную молодежь, неокрепшую с точки зрения религии, и делают их жертвами в своих целях. Для предотвращения радикализма и вовлечения молодых людей к членству в нежелательных движениях аналитики в Таджикистане рекомендуют Организацию курсов повышения квалификации для молодежи Создание рабочих мест с учетом рынка труда Проведение мониторинга обучившихся за пределами страны молодых людей и комплексных исследований по потребностям молодежи Репортаж подготовила Мехрагес Турсунзуда, Душанбе Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011 Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.